Весь мир сейчас следит за событиями в Пакистане. Несколько часов назад террористы атаковали университет на северо-западе страны, в городе Чарсада. В учебном заведении в тот момент находились несколько тысяч человек. Данные о жертвах и пострадавших постоянно меняются. На эту минуту известно, что погибших более 20 раненых, по меньшей мере, три десятка. Кроме того, поступала информация, что боевики могли захватить заложников. Первые кадры с места событий. Материали Павла Матвеева. Город Чарсада находится у самой границы с Афганистаном. Эти края, где разного рода боевики традиционно чувствовали себя вольготно, принято называть территорией беззакония. Так что выбор бандитами мишени для атаки неудивителен и несложен. Охрана в кампусе местного университета, конечно, была. Но, как почти всегда бывает в таких случаях, с вооруженными головорезами поделать ничего не могла. К тому же ее застали врасплох, пробравшись на территорию в пелене утреннего тумана. Сначала сообщалось, что бандитов было четверо, потом предполагалось, что от шести до восьми, потом что десять. А сколько их было точно на самом деле, пока не знает никто. Мы услышали стрельбу где-то позади кампуса, подумали, что бы это могло быть. Но стрельба усилилась, и мы решили закрыться дома и не выходить на улицу. Потом прибыли силы безопасности. Они, а также военные, действовали очень профессионально, как нам показалось. На территории кампуса в момент атаки находились порядка трех тысяч студентов, плюс еще 600 человек, которых угораздило именно в этот день приехать в университет для участия в поэтическом фестивале. Стрельба раздавалась сразу из двух корпусов, где расположены учебные аудитории, преимущественно на втором-третьем этажах. Была страшная паника, все были очень напуганы. Мой друг выпрыгнул из окна. Здание довольно высокое, но он все равно выпрыгнул. Так он был напуган. Военные довольно быстро вывели в безопасное место большинство студентов, зачистив 90% университетской территории. Гораздо дольше оставались опасения, что на оставшихся 10%, а это были опять-таки учебные классы, в заложниках у террористов еще могли оставаться сколько угодно людей, и счет жертв мог пойти на сотни. Как это бывает, в Пакистане хорошо помнят. В декабре 2014 года талибы напали на школу в Пешаваре, всего в 40 километрах от места нынешней трагедии, и расстреляли 145 человек, в основном учеников в возрасте от 10 до 18 лет. После этого пакистанские власти провели десятки беспощадных рейдов, уничтожив и арестовав десятки боевиков. Но ответственность за сегодняшнюю атаку вновь на себя взяли талибы. Организация «Тихрик» и «Талибан Пакистан», созданная 9 лет назад, и все это время мечтающая о шариате и сражающейся с властями страны все теми же методами.